МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Правительство отчиталось о работе за год. Что еще обсудили на очередной сессии НСД, смотрите в выпуске. Бывшие иностранцы теперь полноправные россияне. 50 человек в Дагестане получили паспорта с новым гражданством. Как сделать город чище? В Дербенте обсудили вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами. Годовой отчет деятельности правительства, обеление экономики и льготы на проезд в общественном транспорте. Все эти вопросы были рассмотрены на очередной сессии НСД. В ее работе принял участие и глава республики. В продолжении темы сюжет Зумруд Гамидовой. В центре внимания правительства вопросы повышения качества жизни и выход на среднероссийские показатели, от которых республика существенно отстает. Успехи есть, но впереди все же непочатый край работы. Так, Кабинету министров республики совместно с органами местного самоуправления удалось не только сохранить уровень ранее достигнутых показателей, но и добиться заметных сдвигов по ряду направлений. Объем собственных доходов увеличился на 5 миллиардов рублей. Нам удалось укрепить доверие федеральных органов власти и увеличить объемы привлеченных федеральных средств на 8%. Это 6 миллиардов рублей. Также принятые меры позволили увеличить объем республиканской инвестиционной программы в 5 раз. При этом, отметил премьер, некоторые отрасли в Дагестане по-прежнему находятся в тени. В их числе он назвал строительство, производство обуви, мебели, оптовую и розничную торговлю. В этой связи должны проводиться мероприятия по наращиванию легальной экономики. В этой связи нами организованы мероприятия по сплошной постановке экономических субъектов на налоговый учет. При этом речь идет не о закрытии так называемых серых зон, а о наращивании легальной экономики. Другими словами, нельзя допустить сокращение рабочих мест при переходе из серой зоны в белой зону. На увеличение фонда оплаты труда правительством выделено более 5 миллиардов рублей. Говоря о среднемесячной зарплате, в республике премьер-министр заверил, что она выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Сократилась в республике и безработица. Численность граждан в этой связи у нас сейчас составляет 23 тысячи человек. Она сократилась на 1,7 тысячи человек или на 6,7%. Глава Кабмина затронул и вопросы туризма. Так, по словам Сдунова, особое внимание будет уделено развитию туристской инфраструктуры вокруг Сулакского каньона, куда приезжает большое количество туристов. Идет ввод в эксплуатацию новых гостиниц. Пляжи республики также приводятся в соответствии с мировыми стандартами. Однако, несмотря на некоторые успехи по многим показателям, республика до сих пор находится в хвосте федеральных рейтингов. Горожан волнует повышение цен и тарифов. Вот доклады говорили о том, что наши дороги оборудуются камерами. Да, прекрасно, хорошее дело, современное. Но здесь нельзя забывать о том, что все-таки здесь есть и надо соблюдать научные нормы ограничения скорости, места их установки, чтобы эти камеры не стали очередным источником побора с наших граждан и так, которые трудно проживают. Депутатами был принят законопроект об организации регулярных перевозок. Данный документ предусматривает возможность льгот на проезд для отдельных категорий граждан. Всего в парламентарии рассмотрели около 20 вопросов. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 50 иностранцев получили гражданство России в Дагестане. Из них подавляющее большинство – это выходцы из стран СНГ. Теперь уже бывшим жителям Узбекистана, Азербайджана, Украины и Пакистана вручили российские паспорта. Торжественное мероприятие прошло в Республиканском управлении по вопросам миграции. Мы создали все условия для наших граждан, для граждан других государств, которые к нам приезжают. Вам здесь все двери распахнуты. Открыть их всегда. Мы готовы прийти к вам на помощь. И мы будем делать все, чтобы вы, все наши соотечественники, по тем или иным событиям или по тем или иным причинам, которые оказались на той стороне, чтобы вы вернулись к себе домой и для этого мы все сделали. Многие из них давно работают в регионе, владеют русским языком и уже успели адаптироваться в новой обстановке. И вот счастливые обладатели долгожданного гражданства получают свой самый важный документ. После официальной части для новоиспеченных граждан России прошел небольшой концерт с участием популярных дагестанских артистов. Дагестанская сетевая компания подвела итоги работы за 2018 год. Самым главным событием стали масштабные учения Россетей. Специалистами был проведен ремонт более полутора тысяч километров линии электропередач. Свыше 300 трансформаторов. Эта работа будет продолжена до 2023 года. Основная проблема, с которой сталкиваются энергетики, это бесхозяйные сети, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что негативно влияет на качество электроснабжения. Говорили и о лжеконтролерах, которые занимаются незаконным сбором платежей у населения за якобы предоставленные услуги. Завершилась речь о награждении журналистов за информационную поддержку в освещении деятельности компании. А в Дербенте обсудили вопрос сопрещения с твердыми бытовыми отходами. Ситуацию подробно разбирали на совещании в мэрии города, где помимо местных чиновников были еще и представители Минприроды. Подробности у Луизы Раджабовой. С каждым днем город Дербент становится привлекательным туристическим центром. Вместе с этим растут и особые требования на ведение должного порядка в городском хозяйстве, а именно в вопросе вывоза и утилизации мусора. По торговым точкам я их сюда позову, чтобы ребят тоже платили, потому что именно у торговых точек большинство мусора вывозили. Они должны понять, если нет, будем вывозить административные штрафы, другого у нас выхода нет. Некоторые контейнерные площадки в Дербенте располагаются на центральных улицах, зачастую и в зеленых зонах, что недопустимо. Помимо этого есть и другие виды мусора, такие как строительный и медицинский. Все эти отходы бросают в одни баки. Я уверен, как в Махачкале и других городах все контейнерные площадки продали во дворах, вытеснили эти контейнерные площадки в центральные улицы, хотя этого не должно быть. Мы же прекрасно понимаем, что не на центральных улицах они должны быть. С 1 января 2019 года произошел окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь услуга по вывозу коммунальных отходов перешла из статуса жилищной в статус коммунальный. Кроме этого, Дербенту необходимо утвердить схему санитарной очистки города. Основная задача на сегодня – установить на полигоне оборудование, которое будет утилизировать биологические отходы. Вы сколько у нас в Дербент убиваете, бачки освобождаете? Мы вывозим ночную, потому что в ночном город более свободен, и у нас днем работают дежурные три машины, которые непосредственно еще там не заполняются, мы эти полные контейнеры еще освобождаем. Я всегда получаю письма, показывают контейнеры полные. Мы выводим и вывозим весь график вывоза там, полностью весь город убираем. А так как на сегодняшний день есть контейнеры площадки, где контейнеров не хватает, они заполняются, и мы еще там, где заполняются, дежурные машины пускаем. Не всегда есть возможность подъехать машиной даже к контейнерным площадкам, потому что машины наставят, и не всегда получается. Это на 345-й, это на сегодняшний день. Сумма за вывоз мусора вызвала много вопросов, но на Биола Карачаев поясняет, что цена за вывоз ТКО в городе Дербент увеличилась в связи с выявлением объема работы в городе. С 1 апреля 2019 года платежи населения за вывоз твердых коммунальных отходов снизятся на 10-15%. Луиза Раджабова, Дауд Касанов, телеканал ННТ, Дербент. Сохранение и развитие лучших традиций музыкальной культуры народов Дагестана. В республике прошел международный фестиваль народной музыки с призывным названием «Играй душа». Профессиональная площадка объединяет как любительские коллективы, так и профессиональных исполнителей. Популяризация народного музыкального инструментария в рамках фестиваля проходит с 2000 года. Мастер-класс оркестрового дирижирования для учеников колледжа культуры и искусств провел заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп. Вот я бы пожелал всем, кто обучается музыке в Дагестане, сохранять традиции своего народа. Пускай даже оркестр объединяет, и в оркестре могут играть представители разных народностей, но задача все-таки образованного человека, если посвятил себя человек музыке, то, соответственно, конечно, сохранять национальную традицию. И о спорте. Борец греко-римского стиля Магомед Ярбилов станет участником молодежного первенства Европы. Турнир пройдет с 4 по 7 марта в Сербии. Спортсмен представит сборную России в весе до 72 килограмм. В январе Ярбилов стал бронзовым призером чемпионата страны среди взрослых. На логичных соревнованиях в прошлом году «Классик» выиграл «Серебро». И, кроме того, он был третьим на первенстве мира. Помимо Ярбилова в состав сборной вошел и Газих Алилов, выступавший за Астраханскую область. А завтра в Оренбурге матч одноименного клуба против «Анжи» откроет весенний футбольный сезон. Встреча пройдет в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Престезонные сборы махачкалинцы провели в Кисловодске и Есентуках. Команда Магомеда Адеева провела 8 товарищеских матчей, в 6 из которых были одержаны победы. Для лучшей адаптации к искусственному покрытию поля стадиона «Газовик». Желто-зеленые последнюю неделю тренировались на синтетическом газоне. В турнирной таблице Оренбург идет на 10-м месте, а клуб из Дагестана занимает предпоследнюю 15-ю строчку. Таковы новости на этот час. Всего доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА